Трое активистов взяли порубочные остатки и сейчас проведут акцию на патузыске. Что делают эти смелые активисты? Что они творят? Боже мой! Они выходят на трассу. Невероятно! Друзья, я, наверное, сейчас ничего не буду комментировать, потому что в комментариях это не нуждается. Мы не сдадимся, написано. Мы не сдадимся. Уходите, там полиция есть. Уходите! Я говорила тем, кто стоял на трассе, на это было страшно смотреть. Я им говорила уходите. Я не выдержала это. То есть, вообще-то на этой трассе полиция должна была появиться через пять минут. Это правительственная трасса. И мы ждали, когда она появится. Но они появились там спустя, по-моему, 17 минут или что-то. А, ну это уже местные разборки. На это было невозможно смотреть. Люди стоят посреди шоссе, которые проезжают мимо них, мимо них свистят на скорости автомобиля. А вот то, что происходит, это беспредел. Экологический, культурный. Такие вещи надо останавливать. И все меры, не знаю, там, менее радикальные, они уже исчерпаны. Ни суды, ни петиции. Давайте пойдем, мы всем детство спокойнее. Да, ни суды, ни петиции. Я уже не могу, уже переживаю тоже за вас. У меня прям... Не, не работают. Нам придется, ну, разные формы неповиновения использовать. Рубление. Рублевская шоссе. Они все, да, я так понимаю? Друзьями, присаживаемся к нам в автомобиль. Будьте доставлены в отделение передоводки. Для дачи объяснений, что мы делали на проекте. А, мы не стояли на проекте. Ну, вот написано, я тут вообще сломима. Нас привезли в итоге в Кунцево, мы там остались на ночь. Что я могу сказать? Ну, там очень жесткие матрасы. И подушка эта часть отрезанная от матраса тоже. Когда нас привезли уже в Филе Давыдково, мы поняли, что, как бы, отличается очень отношение от Кунцево в Филе Давыдково. Оно отличается тем, что нас там все-таки стали прессовать. Нас мариновали, нас посадили в актовый зал в 12.30. Мы там сидели... Филе Давыдково? Да, да. Мы там сидели сразу, мы стали спрашивать, где наш адвокат? Когда нас будут опрашивать? Почему мы тут сидим? Мы просидели там в итоге. Просидели мы до 16.20. Я успела написать два заявления о том, что я считаю, то, что оставление меня без средств гигиены, без воды. Мы просили просто воды, у нас вода закончилась даже. Нам не принесли ничего. Ну, ты хоть из-под крана, иди пей в самом деле. Там просто поискался на донышке, я допила. Я старалась пить по глоточку, потому что я не знала, когда нам это принесут. То есть я понимала, что к нам применяют методы воздействия, чтобы мы были злые. Может быть, мы пойдем плакаты срывать в этом актовом зале. Может быть, что-то мы раздухаримся, начнем. Они ждали, что мы начнем возмущаться, может быть, что-то отскорблять сотрудников полиции. От нас ждали противоправных действий в этом ОВД. Может, под камеру, при свидетелях. Там сидел два сотрудника полиции. Один был вот Топильский, я сказала, участковый. А второго и третьего, которые сменялись там и ходили по коридору, мы не знаем. Они отобрали у нас телефоны, они запрещали нам пользу. Но когда Топильский читал мои заявления, я видела, как он бледнел. Я могу сказать, что в деле у Курочкиной, у меня протокол мой подписан Курочкиной. И наоборот. То есть у меня там есть претензии к тому, как нас держали. И оказались из дела изъяты страницы то, что у нас есть дети. То есть они давали большие комментарии. Мы читали комментарии, что у Николаева ребенку до 15-16 лет. Потом, что они не знали, что у нас есть дети. Как они не знали, адвокат Диана Яковлева при нас, при свидетелях ВВД Кунцева, старший лейтенант Стрелец Константин, по-моему, Анатольевич, он к серию эту страницу из паспорта, она отдельно на этом потребовала, на этого. Подшить в дело. В результате в деле этого не было. Классно. В деле этого не было. Это очень важный вопрос. К нам, как к матерям, приходили сотрудники, как они называются, комиссии по делам несовершеннолетних. Они пришли к нам. А где ваши дети, говорят? Скажите, пожалуйста, наши детей. С задными крепкими гоните их. Мы сказали, что без адвоката, мы не будем с ними общаться. Тогда она начала как-то вот воскликивать, что же вы за матери такие? А что же мы за матери? Вы нас задержали больше, чем на три часа. Хотя административный кодекс этого не предусматривает. Мы первые такие, по такой статье, женщины с малолетними детьми, которые были задержаны на двое суток и провели их в камере. Президент есть. И так далее. Президент есть. Всякая попытка воздействовать на нас через детей, хотя ни в чем не виноваты. Только к ярости приведет. Приведет только к еще большему резонансу и ухудшению ситуации. Если вы хотите ее оккупировать, если вы хотите дать нас замолчать, с помощью детей это не получится. Так что оставьте все попытки со своей ювенальной юстицией и прочими попытками. Вот к Елене сегодня приходили, ко мне еще не дошли. Но только потому, наверное, что у меня другой округ. Моя редакция звонила в ВВД Кунцево, говорила, что я действовала по адекционному заданию. Проводила съемку депутатской встречи в Яблонево саду в вырубке. И они готовы это подтвердить в суде. Будем это обжаловать. Потому что мы себя виновными не считаем. И мало того, что мы пострадали. Мы подвергались пыткам. Мы подвергались давлению в течение двоих суток. Мы не спали. Мы, грубо говоря, не ели, не пили. Мы не видели своих детей. Вопрос за что? Если вас задержали, позвоните об этом, сообщите. Требуйте адвоката. И берите обязательно 51 статью Конституции. До адвоката вы имеете полное право. Потому что у нас по протоколам допроса первый допрос без адвоката, который потом будет вписан какой-то левый, которого и не было никогда. Вы не докажете, что его не было. И на основании этого допроса вас, в принципе, могут привлечь и по гораздо более тяжкой статье. Конечно, спасибо нашим адвокатам. И Диане Яковле, которая первая приехала. И Дмитрию Трунину, и Михаилу Велькову. Ближайший год, вот следующий, 21-го, я его для себя называю. Это год массового гражданского непринаема. Недври. Продолжение следует...